здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы обсудим смогут ли принять все-таки новый пакет стимулирующих мер до выборов обсудим предстоящие события на эту неделю я также расскажу о своих сделках которые я открывал на прошлой неделе и открыл также сегодня ну а перед началом данного видео напомню что если вам нравится не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях а без словно главным драйвером роста фондового рынка за которым мы следим и которые фактически мы получаем это новая новая пакет стимулирующих мер который мы ждем уже достаточно долго и все насчет него договориться не помню не могут напомню что своим последним одним из последних твитов на эту тему трамп сказал что никаких действий до выборов он предпринимать не будет но тем не менее продолжила переговоры для помощи различным секторам и меня также различные условно населения которые он готов оказать самостоятельно а также в субботу нэнси пелоси и дала 48 часов для администрации белого дома для того чтобы прийти к консенсусу договориться о сумме ну и первую очередь принять решение будет ли данный пакет стимулирующих мер до выборов то есть сегодня этот срок истекает соответственно сегодня продолжится переговоры и по крайней мере они должны договориться о том будут ли делать до выборов или нет или будут соответственно ждать поэтому сейчас на данном фоне мы видим уже на открытие фьючерсов по фондовому рынку небольшой рост по отношению к пятнице а соответственно пока рынок воспринимают данные данные позитивно но по факту мы узнаем уже сегодня вечером из ключевых событий также на эту неделю важно отметить то что продолжается сезон отчетов а уже увеличивается количество компаний которые будут отчитываться сегодня в понедельник отчитывается 36 компаний во вторник 79 но и пик придется заметить в секторе на четверг порядка 145 компаний отчитаются на этой неделе это будет и фармацевтические компании и сложные компания различными секторами будет отчитываться на этой неделе но важно то что ключевые компании которые опять же являются драйверами роста последнее последнее время то есть технологичные компании компании фанк они будут отчитываться уже на следующей Но, тем не менее, то, как будет проходить данный сезон, ну, данная неделя отчетов, тоже для рынка, безусловно, важна С точки зрения экономического календаря, здесь мы не видим каких-то важных событий Неделя довольно-таки спокойная Сегодня, в понедельник, пройдет выступление Лагард Во вторник будет опубликовано разрешение на строительство по США В среду выйдут данные по запасам нефти, как обычно это происходит по средам И в четверг продажи на вторичном рынке жилья То есть, в принципе, неделя довольно-таки спокойная с точки зрения макроэкономических данных Но важно еще раз проговорить, что мы все ближе-ближе подходим к выборам Выборы пройдут 3 ноября Возможную реакцию рынка мы обсуждали на вебинаре Ссылка также будет, ну, доступна запись на нашем канале Вы можете ее посмотреть, если не видели вебинар И пока все, собственно, ждут, ну, если резюмируют То есть, то, что двигает рынком, это стимулирующие меры Могут ли договориться сегодня сезон отчетов Ну и, соответственно, кто же станет президентом Вот, пожалуй, ключевые события, за которыми мы в первую очередь следим Ну, а теперь давайте пройдемся по ключевым инструментам Начнем мы, как всегда, с пары евро-доллар По евро-доллару довольно-таки неплохие уровни для продолжения входа на повышение На укрепление евро по отношению к американскому доллару С точки зрения часового таймфрейма пока мы не получили сигнал на возобновление восходящего движения Поэтому пока у покупок говорить немного рано Но с точки зрения дневного таймфрейма уровни довольно-таки неплохие Нужно дождаться подтверждения на часовом таймфрейме Тогда я для себя тоже рассмотрю вход по данной валютной паре на продолжение роста По британской валюте Прошлая неделя закончилась коррекция Собственно, сейчас пока эта коррекция так и продолжается И мы видим остановку в данном падении, который был как раз в пятницу В пятницу мы не смогли уйти ниже минимальных значений 14 октября Что опять же говорит о возможном переходе в фазу роста по данному активу Говорить о покупках я буду только после того, как цена сможет закрепиться выше максимальных значений Которые мы видели в пятницу на прошлой неделе Потому что пока с точки зрения часового таймфрейма у нас пока все еще сохраняется нисходящая формация Если все-таки пара сможет уйти ниже минимум в пятницу То нисходящее движение вероятно продолжится И тогда мы будем искать уже другие уровни для входа на продолжение роста по данной паре По паре американский доллар, канадский доллар Здесь у нас на текущий момент сохраняется движение нисходящее Здесь как раз мы переходим в фазу продолжения данного нисходящего тренда Который сформирован по данной валютной паре И с целями снижения в области минимальных значений, которые мы видели в конце августа Не самая интересная пара на текущий момент для входа Поэтому здесь пока хоть и есть сигнал с точки зрения часового таймфрейма Что можно искать продажи, здесь сделки я не открывал Так как соотношение риск-прибыль здесь не самое оптимальное Поэтому пока по данной паре я движение пропускаю Ну и собственно если резюмировать по данному инструменту В целом мы видим также с точки зрения часового таймфрейма Продолжение нисходящей формации и нисходящего движения По паре американский доллар, японская иена Сделка, которую я открывал я все еще и продолжаю держать Сделка была открыта еще в первых числах октября На текущий момент мы видим, что пока пара не может уйти ниже минимальных значений 14 октября Но также область сопротивления, которую мы видим выше максимум этого же 14 октября Все еще удерживается Поэтому я для постраховки также перенес стоп-лосс за максимум 14 октября Продолжаю держать эту позицию Так профит у меня среднесрочно стоит в области минимальных значений Которые находятся чуть ниже области 104.40 Соответственно пока с точки зрения часового таймфрейма Мы видим продолжение нисходящей формации Сейчас немножко мы падаем по данному инструменту Но собственно пока я позицию продолжаю держать Стоп-лосс у меня в любом случае стоит Стоит он уже в плюсе Поэтому здесь я в этой позиции максимально себя чувствую комфортно Еще одна сделка, по которой я открыл позицию Это пара в австралийский доллар и американский доллар Здесь мы также дошли до ключевых уровней Из которых как раз интересно вновь мне было заходить на продолжение роста По данной валютной паре И сегодня как раз в начале торговой сессии Австралия смог закрепиться выше максимальных значений Которые мы видели в пятницу Что собственно дало сигнал на то, что можно искать покупки Поэтому здесь я позицию как раз для себя и открыл Стоп-лосс у меня пока стоит за минимум Который был сформирован как раз 15 октября То есть здесь я вошел в данную позицию Вот по данной стрелке, которую здесь вы видите Сделка открывалась по рынку По цели среднесрочного у меня роста Это как раз движение к локальным максимумам Которые были сформированы по австралийцу То есть движение в область максимальных значений Конца августа, начала сентября Вот по данной паре как раз Эта ситуация выглядела нам более интересно Поэтому по австралийцу как раз в позицию я вошел Похожая ситуация с новозеландцем Тоже мы продолжаем движение в восходящей формации У нас сохраняется восходящее движение Сегодня мы также пока обновили локальный максимум на открытие рынка Но не смогли уйти там чуть ниже в коррекцию Которая была по австралийцу Поэтому австралийцы в этом плане выглядят чуть более интересно Хотя и по новозеландцу сейчас формируется Также уже переход вновь в восходящую формацию Против того нисходящего движения Которое было в конце прошлой недели Поэтому по новозеландцу также для себя рассматриваю рост Но здесь остаюсь вне позиции Золото делает попытки также восстановительного восходящего движения Здесь мы видим также продолжение вот этой восходящей динамики Которая была по золоту Если говорить в целом То я для себя рассматриваю здесь возможности купить Но не по текущему уровню То есть пока хорошей точки для входа По золоту лично для меня здесь не было Поэтому я продолжаю просто наблюдать за данной валютной парой И искать для себя более интересные точки для входа Индекс DAX пятницу закрыл хорошим повышением Против как раз того нисходящего движения Которое мы видели начиная с 12 октября по данному активу Поэтому здесь мы видим попытки В первый раз переход в фазу восходящего движения Собственно уход выше максимальной значения пятницы Также это подтвердит Но скорее всего по DAX в течение нескольких дней Точно сделку открывать не буду Только если будет еще одна волна снижения В область минимальной значения как раз 15 октября Потому что по текущим уровням входить некомфортно По S&P 500 Также я для себя рассматривал на прошлой неделе Возможности входа на продолжение роста В пятницу я напомню, что мы смогли закрепиться Выше максимальное значение четверга Что с точки зрения часового таймфрейма У нас переводит в фазу восходящего движения Конец недели завершился небольшой коррекции То есть мы закрылись ниже минимальных значений Которые закрылись ниже открытия пятницы Но не ушли ниже минимальных значений четверга Поэтому восходящий формат здесь сохраняется У меня был поставлен отложенный ордер Чуть ниже как раз тех минимумов Которые были сформированы в пятницу То есть она не дошла до моего отложенного ордера Поэтому по S&P 500 я нахожусь пока вне позиции Но в целом опять же мы здесь видим возобновление роста Тем более если сегодня будет позитив Насчет стимулирующих мер То вероятно ралли по S&P 500 Мы здесь увидим И собственно есть все предпосылки движения в область 3.600 И даже на обновление исторических максимумов Перед выборами Ну а уже дальше после выборов мы можем рассчитывать На еще одно ралли Тем более предновогоднее ралли Поэтому в целом видится то что S&P 500 может завершить этот год Довольно таки позитивно И позитивно для соответственно всего фондового рынка Пройдет конец данного года Ну а вот нефть торгуется в небольшом боковике То есть фактически весь боковик который был сформирован Начиная с 9 октября он также здесь продолжает держаться То есть верхняя граница это область 43.30 Нижняя граница это примерно 41 Вот в этом диапазоне мы колеблемся Если смотреть дневной таймфрейм То в целом мы видим да попытки восстановительно восходящего движения Но все-таки пока это больше боковик с целями движения на 46-47 Уход выше данных уровней уже даже откроет предпосылки движения на 50-51 И так далее уже собственно сможем видеть продолжение роста по нефти В данном случае мы рассматриваем CFD на нефть марки Brent Как я уже сказал неделя опять же интересная с точки зрения ключевых событий Которые ждет рынки То есть мы обязательно ждем сегодняшнего вечера Для того чтобы понять смогут ли Будет ли новый пакет стимулирующих мед до выборов или нет А собственно если он будет То это вероятно отразится позитивом для роста фондового рынка Ну и соответственно в данном случае мы можем увидеть Рост валютных пар против американского доллара Собственно мои позиции открыты как раз на снижение американского доллара То есть в унисон данной новости данные события которые мы ждем Но безусловно нужно будет уже следить по факту Как эта ситуация будет отыграна рынками Мы с вами обязательно поговорим в среду Поэтому на сегодня это все Не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео Вопросы которые появились оставляйте обязательно в комментариях Ну и мы с вами увидимся в среду и также поговорим о том Как продолжается сезон отчетов Ну и в целом что новое появляется на рынке Всем спасибо за внимание С вами был Саков Роман компания Admiral Markets Всем спасибо и до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok